Добрый день, друзья! Вторая серия домашнего кино, то есть работа на кухне. Сейчас вы видите манджурские орехи, и сейчас мы будем их добывать оттуда мякоть. Значит, оказывается, всегда это была проблема, почему манджурские орехи-то и не любят. Значит, давайте по порядку. Значит, манджурский орех, это, откройте, любое, это одно из ценнейших деревьев на планете, кроме того, что у него всё полезное, всё буквально. И есть якобы один недостаток, когда раскалываешь вот эту вот скорлупу, там очень мало мякоти. Чем компенсируется мало мякоти? Невероятное количество питательных веществ в этой малой мякоти. Как это получается? Не поверите, источники солидные советуют, знаете, что нам советуют? Ограничить в еде. То есть, единственное, что нам осталась проблема, как оттуда добыть эту самую мякоть. Так, и мне 72 года, пошёл 73-й год. Я никогда их не ел. Когда заплодоносил орех, который растёт, единственный на границе, у меня и соседа. Вот, я попробовал их раскалывать. Раскалываю я их вот так, вот так вот. А-бах! Вот так вот. А потом я имел что? То, видите, я имел уже не мякоть, а непонятно что. Естественно, потом я пытался добывать это. Брал вот такой вот нож. Сейчас возьму. Вот. И с трудом выковыривал. И причём кушать было практически нечего. Смотрите. Видите? Это не работает. Короче, я на десятки лет махнул рукой. Вот так вот было. Вместе со мной махнули рукой ещё тысячи... Какие тысячи? Ну что, тысячи это очень много. Миллионы. Садовод, вот попробуйте, кстати, крошку много наесться. Тогда я решил следующее. Вот. Рассказал про этой проблеме в интернете. Что такое замечательное орехи. Их качество самой мякоти таково, ядрышко, что их даже ограничивает еде. А как ограничивает еде, когда его достать туда невозможно? То есть перед нами такая проблема. Ограничить себя не стояло. Дай Бог наесться. И вот один из вас взял и прислал мне фотографии. Вот такой же торчок пенёчек. Вот тут в центре небольшая выемка. Дальше он берёт и вот так вот делает. Смотрите. Вот этим острым концом вниз. Так. И начинаем раскалывать. Посмотрим, что из этого получится. Ну, во-первых, я не вижу, чтобы она по всей кухне разлетелась. Я такого не вижу. Смотрите. Я думал, надо что-то делать такое, чтобы не разлетались. Теперь я вижу, что... Во-первых, половинка у меня раскололась. Смотрим. Вот это вот. И нет, конечно, это не грецкий орех, где столько много мякоти. Но это полезнее в десять раз, смотрите. Видели? Вот это уже всё. Это не так мало. Ценейшая вещь. Кладу в рот. Смотрим дальше. Он ещё пополам развалился. Ну, уже так мало. Но выковыривается. Пробуем. Я надеюсь, там мои руки видно. На экране. Вот. Ну, жалко. Даже вот этого небольшого кусочка жалко. Но у меня так много. Вот я их вот так сделал. Потом подберу. Ещё есть маленько. Это потом. От жадности. И осталось ещё пол ореха. Давайте попробуем его выковырить. Ещё солидный кусочек в рот положил. Вот. И ещё. Солидный кусочек в рот положил. Ещё. И остальное можно вытряхнуть сюда. Знаете, потом придёт время. Наверное, съем их штук пять-шесть. Вчера я впервые использовал, испытал. Съел шесть штук. Потом лёг. И у меня какая-то зависимость появилась от него. Получше лежал, мучился. Потом пошёл седьмой. А помню наставление. Не перебарщивать. Ну, что. Не грецкий. Вот. Но учитывая его полезность десекратно. Так что сейчас. Ну, и тут ещё остаётся. Тоже есть же проблема. Но это всё прекрасно выковыривается. Так. И когда я пять-шесть штук съем. Да вот эти вот крошки. Всё равно соберу. Ворот. Вот. 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 Потому что я жадный. На здоровье. Всё. Давайте сделаем контрольную. Ещё один, наверное, их раскололим. Может быть, он будет... Ну, тот неплохо раскололся. Попробуем ещё один. Так, он раскололся на несколько частей. Смотрим. Раз. Два. На три части. Спаснятина. Спаснятина. Вот. Вот видите. Какой же. Вот ровно половинка. Жирненький кусочек. Жирненький. Завидуете мне? Завидуете. Вот. Ещё кусочек. Сразу сам освободился. Не прилип. Болтался. Так. Ещё кусочек. Ну, выкрыть всё не удалось. Ничего. Потом так ковыряю. Ещё кусочек. Не удалось выкрыть 90% того, что было. Вот остатки. Небога. Остатки можно выкрыть, а можно потом так ковырять. И. Поняли, к чему я всё клоню. Вот. Маньчжурский орех недооценён по нескольким причинам. Две из них главные. Напомню. Ребята. То, что он приносит страшный вред дереву в саду. Угнетает соседнее растение. Я уже доказывал. Это миф. Небога. Небога такой. Он будет расстрелить любого дерева. Если что-то угнетает, то тени от него. Учитывая корневое мощное. Отнимать будет воду и питательные вещества. То есть. Близко не рекомендуется садить. Ну и вообще его. Как опасаться садить в саду нельзя. Зашли ему место чуть-чуть в сторонку. И всё. Потому что сильно огромный. Мы с соседом. Мы никогда не считали сколько бёдер. Однажды не я. А они мне сказали. А я ничего вообще не делал. С этими орехами я их даже не собирал. У меня весной некоторые всходили. Но саженцы не вызывали ни у кого интерес. А вот. Соседи говорят. Пальвисков собираем и всю зиму стучим молотком. Я попробовал. К сожалению. Это сильно раздалбливается. И вот теперь когда кто-то из вас. Я благодарю этого человека. Я прошу его назваться где-нибудь отдельно. Я ещё раз расскажу о нём. И фотографии его найду. Сейчас я их уже не найду. У меня гигантский архив. Хотя невозможно. Пусть ещё раз может пришлёт. Сам вот сейчас закончу этот фильм. Вот так вот поставлю. Сделал вот такую фотографию. Вот такую вот. Вот так друзья. Но это я сказал про первый недостаток. Первый недостаток. Что дерево сильно большое. Плюсы конечно. Лечится чем угодно. И ещё зелёной сверху кожурой. Лечится. Сами орехи питательные. Не бывает на планете ничего. Остаётся до 30 рублей продать вам вот такой. Всегда было. А как его расколоть? Там мякоти мало. Вот он способ. Вот он. Оказывается так удобно, что мягкая древесина это тополь. Там внизу площадь его в два раза больше. Потому что хитро так сделал. И поэтому он очень устойчивый. Не дёргается ничего. Массивный. Значит не подпрыгивает. И колоть одно удовольствие. И тогда первое недостаток, что огромное дерево, извините. Всё равно его надо иметь, учитывая его качество. Теперь получается не только лечебное, но и едовое. И второе. И второе. И может быть очень важное. Поставим под ним кровать. Лежанку. И будем лежать. Оно даёт какой-то особый воздух. Его избегают всевозможные насекомые. Это не случайно. Может быть это будет что-то наподобие курортной лежанки. Что-то вроде... Что-то вроде флористики. Что-то вроде какой-то ауры. Но это надо ещё испытывать. Например, человек должен... Лежать, лежать, лежать. Потом мерить всё давление. Потом не принимать лекарств. И следить по своему здоровью. Следить, следить. Может быть даже за сахаром. Может ещё за чем-то. Такой эксперимент провести надо. Столько лечебных качеств. От дерева целого. Неужели не даёт ауру? Наверное даёт. Ну что, друзья. Поговорили. Будем считать, что это серия номер два. Из коханных рассказов моих. Надо прощаться. Минимальное количество косточек в заказе принимаю. Пять штук. Одна косточка. Тридцать рублей. Хотите вот такое столько иметь? У меня их много. Будет огромная скидка. Например, 50%. Ну всё. Заканчиваю. До свидания. Я надеюсь, что этот фильм принесёт пользу. Мне уже пользу этот уже принято. Вот она. Пока можете мне завидовать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok